Проблема иностранных боевиков 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 Они не мусульмане, а наоборот строить мосты. И вот я просто сейчас узнал от своих коллег из Ливии, насколько вот этот дух такой враждебности, войны, насколько он вообще отравляет умы людей. Вот такой маленький пример. В Ливии в одном большом городе женщина проходила мимо магазинчика, где у владельца лавки была обезьянка. И обезьянка эта прыгала, играла, и с этой женщиной сорвала хиджаб с головы. Ну и утащила его там куда-то в лавку этот хозяин, ее не смог обуздать, и женщина ушла домой. А владельца лавки и семья этой женщины, они принадлежали к разным кланам. И вот семья этой женщины пришла с оружием, чего раньше не было, там просто нельзя было с оружием. В эту лавку убила владельца магазина, обезьянку и всю его семью. И началась война, которая до сих пор продолжается между этими кланами. Вот как было в доисламской Аравии, понимаете? Вот это кровное месть, джигилии, да? Вот это что такое? Это вроде бы напрямую не связано с радикализмом, чисто о котором мы здесь говорим, но это и есть экстремизм человеческий. Вот что это такое? Понимаете, никогда такого не было. На страну, которая могла бы прекрасно жить, 6 миллионов человек нефти, там на всех, если разделить, там на три поколения можно ничего не делать, вполне жить хорошо. Вот что сегодня такое с нами происходит и с нашими друзьями, единоверцами мусульман на Ближнем Востоке. Вот я бы хотел, чтобы мы как-то подумали, может, вместе об этом и обменялись мнениями. Ну, что бы мне хотелось сказать. Все-таки мы говорим об опыте Казанского университета. И действительно бы очень хотелось вспомнить имена тех исламоведов Казанского университета, таких как Александр Казимбек, которые всегда были и теоретиками, и практиками. И нужно понять, что, например, для земли Татарстана очень правильно было сказано про афганские события. Дело в том, что с землей Афганистана у нас были большие связи, когда вот мы говорим о Накшбанди и Мудшидиди, и они же во многом были ученики Фаисхана Аль-Кабули. А если мы вернемся в недавнюю историю, ведь когда советские войска вошли в Афганистан, кто стал советским послом в Афганистане? Фикрят Ахмельшанович Табеев, первый секретарь татарского обкома партии, а главным советником ректора Казанского университета стал покойный, к сожалению, уже профессор Дедков, коллега, кстати, моего отца по географическому факультету. И на самом деле для нас, наверное, очень важно понять, что вот для Москвы, как бы, так сказать, мусульманский мир становится ближе, но он был на неком расстоянии. А для Казани вот этот мусульманский мир был всегда близок, и всегда, когда у России возникала ситуация необходимости диалога с мусульманским миром, я повторяюсь, при любых властях, включая даже конец Брешневской эпохи, всегда использовались татарские кадры и русские кадры, которые связаны с Казанью. И на самом деле, когда действительно мы говорим о той же Сирии, это трагедия, потому что я учил арабский язык, у нас в Казанском университете было очень много сирийских аспирантов. И, так сказать, это как бы наша общая судьба, и когда идут бои за Халиб, я просто вспоминаю тех сирийцев, с которыми я тогда общался, которые, так сказать, которые учились в нашем Казанском университете. И поэтому бы хотелось, как бы, это фирменная черта казанского исламоведения, что и мусульмане, и христиане, и теория, и практика, и мы действительно очень благодарны и лично Виталию Вячеславовичу, и докладчикам, потому что такой обмен опыта для нас очень важен. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, Константин Михайлович. Вот у меня вопрос к докладчику, вот какого порядка. Значит, при общении с нашими западными коллегами, вот в последнее самое время приходится слышать о якобы этнических чистках, осуществляемых шиитской милицией Хашда-Шаби, Персидской, Иранской, Ксир и так далее в районе Алеппо, в частности. Насколько эти сообщения подтверждаются нашими источниками? Спасибо. К сожалению, факты имеют такое место быть. Приходят такие сообщения и от ассирийцев, которые жалуются на то, что курды начали применять сейчас то же самое, что когда-то в отношении курдов применяли арабы. У людей помутнение идет. Надо останавливаться от этого, потому что мы все едины. Курды, в свою очередь, жалуются на представителей партии БААС, что они проповедуют арабский национализм. Поэтому обвинять друг друга в том, что сейчас происходит в Сирии и Ираке, это последнее дело. Важную роль, конечно, здесь играет наш Центр по примирению. Хочу сказать, мы в тесном контакте находимся постоянно с Министерством обороны, и наши офицеры работают с представителями всех конфессий, всех народностей Сирии. Во многом, благодаря нашим сотрудникам, офицерам Центра примирения, была закончена сейчас и операция в Алеппо. А слово предоставляется Василию Александровичу Кузнецову и его доклад. Василия... А, нет, пока реплики, да. Да, уважаемые коллеги, спасибо. Я хотел прокомментировать немножко доклад Николая Дмитриевича, потому что, мне кажется, я занимаюсь арабскими исследованиями, и мне кажется, что, когда мы говорим об эмиграции, о присоединении молодых людей к джихадистским движениям на Ближнем Востоке, может быть, здесь опыт из арабских стран тоже будет интересен, тем более, что мы знаем, что в ИГИЛе из арабских контингентов самый большой – это тунисский контингент. И вот есть исследование, недавно проведено исследование по религиозным воззрениям и по ценностным ориентациям молодежи из бедных кварталов. То есть я не буду там все цифры зачитывать, но мне кажется, некоторые вещи очень важны. Важно то, что при общем росте, конечно, уровня религиозности, который повсеместно отмечается, и при формально более высокой религиозности среди девушек, чем среди юношей, что обычно объясняется больше подконтрольностью девушек, меньше свободы поведения. Вот очень интересен момент отношения к традиционному исламу, что да, многие там среди молодежи тунисской, в основном они без священного чувства относятся к суфизму и к завыям. Они говорят о том, что это просто некая национальная традиция, считают многие, что это предрассудки старшего поколения, но в то же время, практически в большинстве своем, они говорят о необходимости сохранения этой традиции и о необходимости, и о позитивной роли вот этой суфийской традиции в местной культуре. Потом интересно отметить то, что, говоря о религиозных взглядах, большинство из них настаивает на способности самостоятельного толкования священных текстов и говорят о том, что у них нет необходимости обращаться к авторитетам, к имамам, к муфте мечети и так далее. При этом, что характерно, и мне кажется очень важно, это то, что уровень религиозности прямо пропорциональен уровню образования. Это неожиданный результат, что чем менее образованные молодые люди, тем менее они религиозны. По крайней мере, вот по этим исследованиям. Но при этом, при всей религиозности, по острым таким социальным вопросам, острым вопросам общественной жизни, вопрос о продаже, о торговле алкоголем, о ношении хиджаба, о ношении никаба, о полигамии. Вот это самая религиозная молодежь, которая часто вполне позитивно относится к салафизму. Она оказывается очень разделенная. Да, большинство из них против торговли алкоголем, но большинство из них подавляющее, больше 90% категорически против ношения никабов. Аргументируют это вопросами проблем безопасности. По хиджабам тоже мнение разделяется. Да, большинство поддерживают ношение хиджабов, но мнение разделяется о том, является ли это личной обязанностью женщины, или это должно быть социально регулируемой нормой. А большинство из них против полигамии, категорически против, причем как девушки, так и юноши. Мне кажется, что это такие интересные моменты, которые позволяют лучше понять эти общества. И может быть, когда мы говорим, я очень коротко, да, когда мы говорим о причинах отъезда вот этих молодых людей и присоединения к джихадистским группам, имеет смысл учитывать и эти религиозные взгляды, но я абсолютно согласен с тем, что Николай Дмитриевич говорил по поводу социально-экономических причин, что отчуждение молодежи от государства, которое происходит в бедных районах, в бедных кварталах, там арабских стран, не только арабских стран, и разрушение тех социальных институтов, которые обеспечивали атмосферу доверия в обществе, атмосферу взаимодействия в обществе, то они, мне кажется, становятся основными факторами, которые и подвигают людей вот к отъезду, к присоединению к джихадистским организациям. Спасибо. Спасибо.